15 июля в Китае выйдет большой блок макроэкономической статистики, в том числе данные розничных продаж, промышленного производства и роста ВВП. Кроме того, состоится пресс-конференция Национального бюро статистики. В Великобритании обнародуют индекс цен на жилье Rightmove. В Швейцарии выйдет индекс цен производителей и импорта. В США опубликуют показатель деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка. 16 июля в Новой Зеландии выйдет индекс потребительских цен. В Австралии опубликуют протокол последнего заседания Резервного банка, состоявшегося две недели назад. В Великобритании выйдут данные рынка труда, в том числе уровень безработицы, количество заявок на пособие по безработице и изменение средней заработной платы. В еврозоне станет известен торговый баланс за июнь и индекс экономических настроений. В Германии опубликуют показатели настроений в деловой среде и оценки текущих экономических условий от Института ЗЭФ. В США выйдут данные розничных продаж, промышленного производства, индексы цен на импорт и экспорт. Состоятся выступления представителей ФРС Рафаэля Бостика и Чарльза Эванса и главы Федерального резерва Джерома Паула. Американский институт нефти представит еженедельные изменения запасов нефтепродуктов. 17 июля в Австралии опубликуют индекс опережающих экономических индикаторов Вестпак. В Великобритании выйдут данные инфляции, в том числе базовый и основной индексы потребительских цен, индексы розничных цен и цен производителей. В еврозоне также станут известны базовый и основной показатели потребительских цен и данные производства в строительном секторе. В США опубликуют изменения числа разрешений на строительство и экономический обзор ФРС США «Бежевая книга». В Канаде выйдут базовый и основной индексы потребительских цен и данные объема производственных поставок. Управление энергетической информацией представит изменения запасов коммерческой нефти на прошлой неделе. 18 июля в Японии выйдут данные импорта, экспорта и общая сальдо торгового баланса. В Австралии опубликуют показатели полной и частичной занятости, уровень безработицы и долю рабочей силы в общей численности населения. В Швейцарии обнародуют данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. В Великобритании станут известны данные розничных продаж. США опубликуют количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице и индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии. В Канаде выйдет отчет по занятости ADP. Управление энергетической информацией представит изменения запасов природного газа в США на прошлой неделе. 19 июля в Японии опубликуют индекс потребительских цен и данные инвестиций в японские и иностранные ценные бумаги. В Германии выйдет индекс цен производителей, а в еврозоне – баланс счета текущих операций. В Великобритании станет известен объем чистых заимствований государственного сектора. В Канаде обнародуют данные розничных продаж. В США выйдет индекс потребительского доверия Мичиганского университета. Кроме того, выступит представитель ФРС Джеймс Буллард. А компания Baker Hughes отчитается по изменению количества активных буровых установок за неделю. Информационный портал finversia.ru – финансовая версия происходящего в мире экономики. Ждем ваши комментарии. Активные инвестиции с Яном Артом – это информационно-консультационная программа для частных инвесторов, желающих познакомиться с инструментами высокодоходных инвестиций. На этих консультациях вы сможете Сориентироваться в доступных рынках и инструментах. Понять, какой уровень доходности достижим при активных инвестициях. Решить для себя, какой стиль инвестиций подходит. Узнать, как оценить свою восприимчивость к риску. Составить собственный план и архитектуру активных инвестиций. Познакомиться с личным инвестиционным опытом Яна Арта. Научиться взаимодействовать с брокерами, финансовыми советниками, инвестиционными консультантами, а также принимать самостоятельные решения. В ходе участия в проекте «Активные инвестиции» с Яном Артом вы познакомитесь с его экспертным взглядом на стратегии активных инвестиций с повышенной доходностью. Обсудите инструменты и стратегии. Примерите на себя роль активного инвестора. Поймете, как готовиться к старту и как начинать. Для участия и регистрации в программе перейдите по ссылке в описании под видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok